Приветствую вас. Я думаю, что за такой большой промежуток времени, который прошел с момента публикации вашего вопроса и то, что вы до сих пор не выбрали лучший ответ, говорит о том, что вам ответы, судя по всему, как-то не понравились, очевидно. Но здесь ситуация заключается в том, что чтобы вы дали какую-то обратную связь, наверное, нужно в таком случае ответить вам так, чтобы мысль вам понравилась, чтобы она соответствовала вашим надеждам, вашим ожиданиям в том, что, вероятно, вы хотите услышать. И в общем и целом мы не знаем, что вы хотите услышать. А я не знаю, какой ответ вы хотите услышать, потому что очевидно, что человек вы достаточно знающий, уверенный в себе, ну, знающий, чего хочет. Вот. И в общем и целом я думаю, что на это мы будем натыкаться снова и снова. Потому что вы знаете, чего вы хотите. Если что-то, ну, что-то говорится, да, если что-то говорится, такое, что вас не устраивает, то вы, вероятно, это просто пропускаете. Лично я вижу проблематику в следующем. Значит, со стороны мужа. Это его психологическая несепарированность от родителей. Вот. То есть, по факту это, получается, речь идёт о том, что человек в себе не уверен. Вот. Речь идёт о том, что мужчина, он, ну, вот как-то вот не уверен в себе, да, и... Ему как-то сложно, тяжело, быть может, полагаться на себя, вот, то есть опираться на себя. Вот. Ему самого себя в этом смысле, ну, недостаточно, ему самого себя недостаточно. Вот. Поэтому ему нужны то родители, вот, ему нужны то вы, то родители для того, чтобы как-то вот обрести вот этот вот, скажем так, обрести опору. Вот. Я бы так это сказал. Вот. Опора, это вот в данном случае тоже, по-моему, то, в чём он нуждается. Опору. Опоры сам на себя он не ощущает. Вот. А, ну, в силу. В силу, в силу. В силу ряда причин опору не ощущает. Вот. И, соответственно, отсюда все трудности. Другой вопрос заключается в том, что так очевидно было всегда. Другой вопрос заключается в том, что, да, есть трудность. Да, есть, может быть, деструктивная тенденция в, как бы, вот, в, ну, в структуре личности человека, да, есть деструктивная тенденция. Но, эта деструктивная тенденция, судя по всему, не является какой-то серьёзной проблемой для вашего мужа. То есть, эта деструктивная тенденция не является для него мотивом, не является для него стимулом для того, чтобы что-то менять. И, собственно говоря, он и не меняет ничего. Как бы, я на самом деле думаю, что вы не случайно выбрали себе мужем такого человека. Вот, потому что очевидно, что обратной стороной такого его характера, такого его качества, если угодно, является мягкость. Некоторая, является некоторая, скажем так, тенденция к, тенденция к поиску, значит, ну, к поиску компромиссов. То есть, в целом, в целом, можно сказать, в целом можно сказать, вот, что человек, как бы, ну, вас устраивает. В целом. Но, он же вас не устраивает. Эти. И, возникает вопрос. Как вы выбирали себе супруга, да? То есть вот, ну, вы выбрали супруга, да, вы выбрали мужчину, вам он нравится, вы, ну, наверное, да, вы его любите, наверное, наверное, вы хотите быть с ним, да, наверное, вам как-то вот сложно, тяжело, да, допускать какую-то мысль о том, что вы можете с ним. Например, остаться и так далее, то есть это всё вот в этом смысле понятно абсолютно. Вот, то есть вы в нём нуждаетесь. И здесь очень важный вопрос заключается в том, вот эта вот потребность в нём. Эта потребность в чём? Не компенсируете ли вы что-то своё в мужа? Или отсутствие чего-то у вас мужа? Понимаете? Какая штука? Потому что ничего хорошего в том, что вы, ну, как бы вот, требуете от него, да, ничего хорошего в том, что вы давите на него, нет. Он не изменится. Вот, и, соответственно, проблему, проблему, которую вы описали, вы сами говорите, что эту проблему вы смогли до него донести, что он начал там что-то родителям объяснять, что он начал там что-то родителям говорить и так далее. То есть это вот тоже поприсутствует. Но дальше дело не пошло. А вы хотите чего-то большего. То есть вы говорите, что хотите помочь, хотите донести до него проблему. Как мне кажется, вы проблему уже донесли более чем, ну, более чем адекватно и более чем, ну, как-то вот более чем понятно. Я бы, я бы, я бы так сказал. Но вам этого недостаточно. И волей-неволей у меня здесь возникает вопрос. А почему же так получается, что вам недостаточно? Быть может, вы тоже как-то вот себе не доверяете? Быть может, вы тоже как-то, ну, в себе, может быть, в какой-то степени сомневаетесь? И если так, то вот это является серьезной, как мне кажется, проблемой. То, что вы, получается, как бы в себе, в себе сомневаетесь. Вот. Вы просто, вы надеетесь своего мужа, да, ну, переделать что-ли. Вот. Вы надеетесь до него донести информацию. Вам все время кажется, что недостаточно того, что вы сделали. То, что можно сделать еще больше. Вот. Это недоверие себе, которое вы, на мой взгляд, значит, которым вы, на мой взгляд, компенсируете свое стремление к контролю. Вот. То есть, тенденция к контролю у вас прослеживается, на мой взгляд, она прослеживается довольно сильно. Это тенденция к контролю у вас. И если вы ее заметите, да, если вы заметите эту тенденцию к контролю и начнете в этом направлении работать, я думаю, что вы научитесь немножко по-другому обращаться с тем, что с вами происходит. То есть, снижение контроля, это не означает попустительство. Вот. Абсолютно это не означает попустительство того, что вам не нравится. Снижение контроля, это скорее на то, чтобы реагировать, ну, как-то, знаете, по-другому на то, что... Ну, на то, что происходит с вами. То есть, это вот история больше, наверное, про это. То есть, это история именно про это. Это история именно про то, чтобы по-другому реагировать. То есть, не через мужа, да, пытаться обеспечить, ну, обеспечить, там, грубо говоря, свою какую-то защи... Ну, свою какую-то защищенность, да. А именно вот своими ресурсами, да, именно вот своими, так скажем, своими силами, да, это сделать. Даже если вам, например, кажется, да, что это, ну, тяжело. Даже если вам кажется, что это непросто. Даже если вам кажется, что это, ну, трудно, да, и так далее, вот, все равно, все равно делать это именно вот своими силами. Потому что у мужа немножко другая реальность. А, как мне кажется, как мне кажется, вы, ну, скажем так, может быть... Болезненно реагируете на его родителей. То есть, как-то вот, может, ну, получается так, по крайней мере, что болезненно вы реагируете на его родителей. Вот. Хоть вы и говорите, что с вами не проходят, там, эти манипуляции, да, и так далее, вот, но... Выглядит все так, что вот вам, вам неприятно, что это родители говорят. И, в принципе, в принципе, вы правы в том, что вообще, типа, родителям, ну, что это мужу, мужу нужно, как бы, с родителями разговаривать. То есть, в этом смысле вы правы. Но муж не может этого сделать. То есть, он не... ну, как-то вот... Он не может, да, там, вас как-то защитить, да, он не может, там, личные границы как-то вот расставить. То есть, он этого... он этого сделать не может. И, раз он этого сделать не может, и до сих пор не обращается к, допустим, психологу, вот, что, скорее всего, он этого сделать и не сможет уже. Вот. И... Вам, наверное, это принять. То есть, как бы, исходить из этого, что он не сможет. И вот что вы будете с этим делать? Как вы будете с этим... с этим действовать? Как вы будете исходить? И как вы будете действовать, если мы прямо сейчас предположим, что мужчина будет действовать так же? Вот. Вот это и есть опора на себя. А когда вы снова и снова пытаетесь ситуацию изменить, изменить. Это история уже про то, что я не могу на себя опереться. Что мне сложно на себя опереться. Что мне тяжело на себя операться. Что мне, может быть, даже не хочется на себя операться. Хочется, чтобы муж что-то сделал. То есть, это история про ожидания и про компенсацию. Да, да, муж действительно переложил на вас стрелки. Это правда. Он действительно это сделал. Это не хорошо, не плохо. Как мне кажется, это дано. Это дано. Но только вы не намечаете, что вы делаете, в принципе, то же самое с собой. Вот. И если мужа, возможно, все устраивает, да, если мужа, возможно, все устраивает, то оно очевидно, что не все устраивает вас. И вот уже когда они все устраивает вас, то же вам нужно брать ситуацию в своей рубке. А вы ее не берете, эту ситуацию в своей рубке. К сожалению. Вы продолжаете, продолжаете разбираться в проблемах мужа. С точки зрения психологии, мы не можем разговаривать о том, что касается другого человека, без его согласия. Это нарушение профессиональной этики. Вот. К сожалению, это нарушение профессиональной этики. Поэтому я думаю, что в этой ситуации вам крайне желательно обратить внимание на то, в чем конкретно ваша проблема в этом. То есть признать, что у вас есть проблема какая-то. И начать ее решать самой, без мужа. Понимаете? Нравится вам это или нет, но без него. Вот. Пока вы этого не сделаете, пока вы считаете, что проблема исключительно в мужа, ситуация будет такой. Вот такой, какая она сначала. Тяжелый, довязший, неопределенный и так далее. Как мне кажется, как мне кажется, в какой-то момент у вас появились некие ожидания от вашего мужа. Как мне кажется, в какой-то момент вы стали от него ожидать. Или, может быть, всегда ожидали, не принимали до конца. До конца не принимали. А после того, что, ну, вот, реальность, в которой, условно говоря, находитесь вы и, там, грубо говоря, ваш муж. Понимаете? Возможно, вы не, до конца не принимаете реальность, в которой вы находитесь. И это является проблемой. Достаточно серьезной, чтобы, вот, поговорить о, допустим, внутреннем конфликте, конфликте каком-то и так далее. Вы говорите о своих чувствах, что вы расстроились. Я даже хочу зачитать этот момент. Я сказал ему, сколько сейчас времени мне нужно быть на месте, через 25 минут. И, может, не ответил, что мы уже не успеем доехать за это время. Я расстроился, что не успею куда собираться. Так вот, что здесь бросается в глаза? Здесь бросается в глаза то, что вы спрашиваете, сколько времени. Как будто бы не знаете, успеете вы, конечно, или нет. Это не характерно для человека, который, как, ну, как, кажется, происходит впечатление такого достаточно, ну, достаточно собранного, может быть, достаточно, контролирующего, может быть, и так далее. То есть, это не характерно. Понимаете? Семь штук. Это странно. Дальше. Странное следующее. Муж говорит, что претензии не принимаются. Но при этом говорит, что уговор соблюдать в дальнейшем будет. Это тоже выглядит странно. Потому что это противоречие. То есть, если претензии не принимают, не принимаются, если, ну, если ваш муж не принимает претензии, то, наверное, наверное, как я думаю, но это означает только то, что он, по идее, не должен как-то вот на своем стоять. А он не стоит. Это еще одно противоречие, которое с одной стороны бросает в глаза с одной стороны. С другой стороны, это противоречие свидетельствует о том, что у вас вероятно с супругом не очень хорошая коммуникация. То есть, не так хорошо вы коммуницируетесь с ним. Это тоже важный момент, на который нужно обратить внимание. Вот знаете, на эти вещи, в основном, на эти вещи я хотел, чтобы вы сейчас посмотрели. мне кажется, мне кажется, что вам решать, как поступать в эту ситуацию. Мне кажется, что это ваше жизнь. И мне кажется, что вполне справедливо то, что вы решаете, как вам действовать. вы, а не ваш муж. И если то, что вы будете делать, ну, вот, как-то по своей жизнью, да, если это зависит от того, что скажет, сделает, выберет ваш супруг, то вы уже неспопробно. К сожалению. Хотите вы этого или нет? Поэтому решать вам, но я вижу проблему именно в этом. В том, что при своей высокой степени контроля, вот, ну, скажем так, достаточно высокой степени контроля, вы, тем не менее, все-таки зависите от вывода проблений. Если вы сейчас воспримите то, что я сказал с несогласием, то есть, если вы не согласитесь с тем, что я сказал сейчас, например, то в этом случае вы останетесь на текущей позиции. Вы останетесь на текущей позиции и будете зависеть от своего мужа и дальше. Не знаю, не знаю, насколько это хорошо, но проблему это не решит. Совершенно точно. Ваши проблемы это не решит. Отсюда напрашивается следующий вывод, что это определенный вызов вам. Определенный вызов вам. И вот что вы будете с ним делать, большой вопрос. Ну, я не считаю в принципе, я не считаю в принципе, что он видит видеть в родителях, например, угрозу, да, в данном случае это что-то плохое. я не считаю, что вы не должны реагировать на то, что как-то чувствуете, ощущаете, словно говоря, если вы чувствуете и ощущаете, что на вас оказывается давление, то на это очевидно нужно как-то реагировать и это совершенно нормально, что вы реагируете так, как можете, так, как умеете, так, как хотите и так далее. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Хотите ли вы что-то изменить? Да? Хотите ли вы меняться? Или вы считаете, что меняться вам не надо? Вот и все. Такая история. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. спасибо за прощение.